Слушайте, ну, вот видите, сзади меня горы, значит, я пролетел в Турцию, но вы можете мне не завидовать, потому что я пролетел не отдыхать, а работать, и впереди меня ждут несколько не очень тяжелых съемок и съемки клипа, потому что мы только-только закончили и выпустили клип на объяснение «Могу молчать», как мы поступили к съемкам нового клипа, с одним человеком, который сразу, вы понимаете, будет меня мучить и который будет издеваться. Вот я хочу показать вам этого человека. Вообще не издеваться, радоваться! На каждой встрече. Просто помните, что в прошлый раз в клипе «Водой» меня пропекали, значит, штырем, а также, что было, меня опускали в воду в холодильник, в общем, издеваться, водой, водой, и все, что было в клипе, сдавайся, это прямо цветочки, что будет в последующем клипе, поэтому будет, ну, я тоже вижу. Ну, что я могу сказать, друзья, в Турции уже прохладно вечером, дворецкий, как всегда, бухает, да, а я не могу себе позволить, потому что завтра у меня съемки, я не дай бог, а теку, и буду в кадре шариком, поэтому я на водичке. А самый прикол, что подъем в 4 утра, потому что мы начинаем ранние съемки, и вот в течение следующих 48 часов, я такой адский график, друзья, что можно просто сойти с ума, ну, как бы, что не сделаешь ради хорошего дела, ради хорошего клипа. Команда собралась отличная, я надеюсь, что все у нас получится. Не знаю, возможно, вам что-то завтра покажу, но лучше держать интригу. Сценарий офигенный. Я плакал в конце. И я плакал. Дворецкий. А еще хотел сказать о том, что мы с Аланом по поводу этого клипа на эту песню разговаривали уже, наверное, год. И было сценарий в 5, наверное, на котором уже утвердили уже все-все-все. Потом грянул этот карантин, у нас все отменилось, все поездки закрыты были. И недавно я вернулся к Алану, значит, к Бадоеву с предложением, Малан, ну что, давай вернемся к съемкам. Вот. И он внезапно говорит, сейчас я все перепишу, сейчас будет новый сценарий. И буквально за 2 дня он написал такой сценарий, позвонил мне, рассказывал по фейстайму, рассказывал в красках. Я, короче, понял, что это то самое. Хорошо, что мы тогда не сняли, потому что снимаем сейчас. Все, что ни делать, все к лучшему.